Сурков 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 внимание. Большая политическая машина Путина только набирает обороты и настраивается на долгую, трудную и интересную работу. Выход ее на полную мощность далеко впереди, так что и через много лет Россия все еще будет государством Путина, подобно тому, как современная Франция до сих пор называет себя Пятой Республикой де Голля. Турция, при том, что у власти сейчас там антикималисты, по-прежнему опирается на идеологию шести стрел Ататюрка, а Соединенные Штаты и поныне обращаются к образам и ценностям полулегендарных отцов-основателей. Также коснулся в своей статье Владислав Сурков и такой довольно тонкой темы, как доверие или недоверие власти. Современная модель русского государства начинается с доверия и на доверие держится. В этом ее коренной отличие от модели западной, культивирующей недоверие и критику. И в этом ее сила. У нашего нового государства в новом веке будет долгая и славная история. Оно не сломается. Будет поступать по-своему, получать и удерживать призовые места в высшей лиге геополитической борьбы. С этим рано или поздно придется смириться всем тем, кто требует, чтобы Россия изменила поведение. Ведь это только кажется, что выбор у них есть. Пресс-секретарь президента нашей страны Дмитрий Песков на вопрос журналистов. Что скрывается между строк? Сказал, что статья сложная, требует осмысления. Это такой личный подход, личное мирозрение. Сурков имеет опыт, который трудно переоценить. Исходя из этого опыта, он имеет полное право на подобные суждения. Напомню, что это были размышления пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова. Ну а что скажут наши эксперты, журналисты-политолог Георгий Бофт сейчас с нами на связи. Георгий Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос один. Что стоит между строк? Как это надо читать? Ничего не стоит между строк. Люди склонны самовыражаться. Они пишут, делятся своими мыслями с теми, кто читает такие статьи с интеллектуальным классом, так сказать. Вот Владимир Георгиевич, в принципе, решил, видимо, поделиться. В том числе Сурков сказал и о стресс-тестах, которые прошла и проходит Россия. И показывает, что такая модель политического устройства является эффективным средством выживания и возвышения российской нации на ближайшие не только годы, но и десятилетия. Вот стресс-тесты нам на благо? Стресс-тесты нам не на благо. Они вообще никому не на благо. Вы знаете, что с человеческим организмом бывает, когда он подвергается стрессам. Поэтому, если страна живет в условиях постоянного стресса, она, в общем, наверное, не развивается, а именно выживает. Поэтому можно это преподать в таком восхваляющем ключе, а можно сказать, что мы будем прозипать еще десятилетия. Это зависит от того, как вы трактуете эти слова. Ну, а вы их как трактуете? Я их трактую, что, в общем, это несколько противоречит призывам к прорыву, которые мы должны осуществить. Дело в том, что прорыв в условиях стресса не осуществляется. В условиях стресса осуществляется действительно выживание. Поэтому мы показали, что мы устойчивы к санкциям, но, тем не менее, посмотрите на прям по росту. Они, в общем, меньше двух процентов. Георгиевич, а я, простите бога ради, я спешу напомнить вам известную притчу о лягушке, которая попала в кувшин. Находясь в условиях стресса, одна пошла ко дну, а вторая из сметаны сделала масло, из кувшина выпрыгнула. К сожалению, на практике это не подтверждается. Никто не проводил, даже Рогозин проводил опыты с тактиной, не с лягушкой. Поэтому это притча, но мы не знаем, как на самом деле было. Спасибо огромное. Журналист и политолог Георгий Бофт высказал нам свою точку зрения относительно этой статьи. Но на связи с нами политолог, лидер движения «Новая Россия» Никита Исаев, наш постоянный автор Никита Олегович. Здравствуйте. Да, добрый день. Ну, вам тот же вопрос, стоит ли эту статью читать, знаете ли, слупы и между строк что-то находить? О, слухово всегда нужно читать, слупы и между строк. Двойное, тройное, даже гораздо более количество дно. Я не знаю, как вам нужно читать. Так вот, смейт. Конечно, смейт. Ой-ой-ой, что-то у нас со связью происходит не очень комфортно, Никита Олегович. Слышите нас? Ну, хорошо, давайте мы сейчас попробуем все-таки. Да, вот еще раз. У нас буквально две минутки, поэтому давайте мы сейчас ответим на этот вопрос. Пожалуйста, еще раз. Да, ну, то есть у Шуркова второе, там, третье дно всегда присутствует, но сейчас это разбирать, наверное, нет смысла, потому что это, может быть, требует определенного времени и пристального взгляда, различных событий, которые он предугадывает и так далее. Другое дело, что стоит посмотреть на это и в том числе линейно. Разумеется, Владислав Шурков, делая это заявление, в общем, делает его, во-первых, ко времени, в тот момент, когда у власти определенным образом падают рейтинги, но с другой стороны, я, кстати, вчера размышлял на эту тему, и я здесь в этом отношении солидарен. Наверное, почему удается Путину при всем том, что в стране падает качество жизни населения, что у людей падают доходы, и, так сказать, мы находимся в международной изоляции и так далее. И крымский консенсус уже в какой-то момент перестает работать настолько эффективно, как работал там, условно, первые два года после марта 2014 года. Но Путину удается, как бы, держать повестку, восприниматься как основным лидером, и отсутствие альтернативы в стране. Да, это именно потому, что он-то как раз способен чувствовать то, что нужно русскому человеку. Я иногда задаюсь сам этим вопросом, и совершенно точно я-то хуже, чем Путин. Парет, Никита Олегович, спасибо вам огромное, все, что нужно русскому человеку. Вот, собственно, ответ на этот вопрос от политолога, лидера движения «Новая Россия» Никиты Исаева. «Новая Россия»!